Штурм центрального офиса теневой организации производился в феврале текущего года. Добровольно предоставлять доступ к помещению руководство отказалось. Чуть позже выяснится и причина. Злоумышленники рассчитывали выиграть время и спрятать все улики. Судя по всему, подобная операция у них была отработана до автоматизма. Но в этот раз что-то пошло не так. Вот ничем не примечательная решетка. За ней вентиляционная труба, ведущая в подвал. А вот, собственно говоря, и улики. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции обнаружено и изъято около 200 печати фиктивных организаций, а также ключи для доступа к системе клиент-банк, компьютерная техника, финансовая и бухгалтерская документация и средства мобильной связи, используемые в процессе осуществления незаконной деятельности. Общий механизм работы конторы выглядел следующим образом. С целью осуществления противоправной деятельности фигурантами было создано более 100 подконтрольных коммерческих структур. На счета данных организаций денежные средства поступали от клиентов, которые впоследствии обналичивались и возвращались за минусом комиссии за оказанные услуги. Общая сумма денежных средств, которые удалось обналичить участникам группы, составила около 1 миллиарда рублей. Установленный доход, полученный от противоправной деятельности, составил не менее 9 миллионов рублей. По результатам проведенной проверки в мае текущего года следователями следственной части ГСУ Главного управления ВДР по Саратовской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А, части 2, статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается. Денис Желтов, Анатолий Чернов, Вести, дежурная часть, Саратов.